Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем с вами такую тему, как большие родинки на руках. Вообще, родинки большие на любом участке кожного покрова достаточно опасны, потому что они обладают высоким потенциалом, перерождению, например, в такую достаточно опасную опухоль человеческого организма меланома, который занимает второе-третье место по своим злокачественным последствиям, метастазам во внутренние органы человека. Соответственно, дело в том, что на руках родинки часто травмируются, часто подвергаются солнечному излучению, поэтому это является дополнительными факторами, которые способствуют переходу родинки в какую-то онкологию и повышают таким образом онкологический риск у человека. Что делается при больших родинках на руках? Во-первых, происходит при обращении к дерматоонкологу, это врач, который занимается любыми родинками, визуальная оценка. Визуальная оценка происходит не только глазом, но и с помощью специального инструмента, называемого дерматоскоп, который оценивает размеры родинки, оценивает внутреннюю краски и другие параметры. То есть врач при приеме своем оценивает вот саму родинку на руке, одновременно он должен взять при больших размерах, при жалобах пациента на зуд, на увеличение размеров этой родинки, анализы в виде соскоба с родинки на онкотцитологию, в виде крови из вены на белок С100, который является анкомаркером непосредственно меланомы кожи. После этого решается вопрос комплексной после этой оценки об удалении родинки. Соответственно, удаление всегда производится с помощью либо радиоволнового метода, либо с помощью лазера, либо обычным хирургическим путем. Почему? Потому что тот же самый жидкий азот, тот же самый электроэволюционный способ, они не применимы для больших родинок, родинок именно. Почему? Потому что жидкий азот не промораживает на должную глубину и есть риск того, что часть родинки останется из злопочистрица, а непосредственно методика электрокоагуляции, она составляет после себя, как правило, достаточно грубые рубцы. Именно поэтому применимы для удаления больших родинок на руках, как я сказал уже, лазер, радиоволновое удаление и удаление хирургическим путем. После удаления обязательно происходит гистологическое исследование для определения, из каких клеток состоит родинка и что же все-таки явилось основой этой родинки. Является ли она злокачественной или с возможными какими-то вариантами злокачествления. Если вам необходимо удалить родинку на руках вообще, в принципе, если у вас большие родинки, если у вас растут родинки и необходима их оценка грамотным специалистам, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД в Москве. У нас принимают грамотные дерматоонкологи, которые внешне оценят родинку, возьмут вышеперечисленные анализы, ну и, соответственно, при необходимости удалят вашу родинку с последующим гистологическим исследованием. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.